Друзья, Криптокомманс приветствует вас и в сегодняшнем Ньюсблог Крипто. Очередное скандальное заявление от Гэри Гэнслера. Теперь председатель секс заявил, что вся криптовалюта, за исключением биткоина, является ценными бумагами, чем вызвал бурю возмущений от коллег по цеху, крипто и юридического сообщества. Юрист Рипл предлагает председателю секс Гэри Гэнслеру взять самоотвод в его заявлении о биткоине. Биржа Робин Худ получила повестку в суд от СЕК в связи со своими криптооперациями. Репетиция хардфорка для апгрейда Шанхай успешно прошла в тестовой сети эфир. Генеральный директор Binance Champion Zhao в Твиттере ответил на выпады Forbes о якобы нецелевом использовании средств клиентов. Проект Oasis с помощью услуг белого хакера возвращает ранее украденные 225 миллионов. Один из Эмиратов ОАЭ открывает свободную зону для компаний, занимающихся цифровыми и виртуальными активами. И в заключении выпуска отличные новости и аналитика по рынку от Джорджа Танга. Оставайтесь с нами. Председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Гэнслер подтвердил, что вся криптовалюта попадает под закон о ценных бумагах за исключением биткоина. Юристы с данным мнением не согласны. Недавнее интервью Гэри Гэнслера New York Magazine снова наделало шумо в криптоиндустрии. Председатель секс снова повторил, что он считает все криптоактивы, а также их транзакции, за исключением спотовой торговли биткоина, попадающие под закон о ценных бумагах. И несмотря на то, что официально данный класс активов все еще не классифицирован, Гэнслер сказал, «Все, что не биткоин, является ценной бумагой». На его взгляд, люди, которые находятся за всеми криптопроектами, тайком пытаются привлечь инвесторов к покупке их токенов. За всеми этими криптопроектами стоят люди, использующие сложные и юридически непрозрачные механизмы. Но в сухом остатке они рекламируют токены, привлекая инвесторов, сказал Гэри Гэнслер. Но с такой позицией не согласны финансовые юристы. Аргументация Гэри Гэнслера строится на том, что в центре находится группа лиц, а привлекаемая публика рассчитывает на получение прибыли благодаря этой группе. Юрист и генеральный директор по политикам в Blockchain Association Джейк Червинский утверждает, что слова либо мнения Гэри Гэнслера не являются законом. СЕК не имеет права регулировать ни один из этих активов до того момента, пока она не докажет свою правоту в суде. Буквально по каждому из активов. В отдельности и по одному за раз. На заявление Гэри Гэнслера отреагировала также и комиссар СЕК Хистер Пирс, известная как Криптомама, обратившаяся к Конгрессу США с просьбой ускориться в выпуске законодательного регулирования и классификации криптоактивов. И пока это не случится, регулирующие органы, такие как СЕК, будут брать ситуацию в свои руки и использовать принудительные меры, как это и происходило в этом году. Ранее в своем твиттере в ответ на нападение СЕК на биржу Кракен Хистер Пирс написала, использование принудительных мер для того, чтобы рассказать людям, что такое закон в развивающейся отрасли, не является справедливым и эффективным способом регулирования. В итоге, что до момента выхода основательного законодательного регулирования цифровых активов, комиссия по ценным бумагам и биржам продолжит свою войну на крипто, вне зависимости от того, имеет она на это право или нет. Юрист Риппл предлагает Гэри Гэнслеру сделать самоотвод в его недавнем заявлении относительно биткоина. Недавнее заявление, которое сделал Гэри Гэнслер относительно биткоина, вызвало в индустрии много шума. И теперь лидеры индустрии ополчились на Гэри за то, что он классифицировал альткоины как ценную бумагу. Стюарт Альдеротти, главный юрист-консульт Риппл, поправил Гэри Гэнслера в его высказывании относительно биткоина. Он посоветовал Гэнслеру отказаться от любых дальнейших высказываний и принудительному исполнению по любым аналогичным делам в будущем. Альдеротти утверждает, что подобным действием Гэнслер предрешил результат дела Антонио против СЕК 1989 года. Юрист-держатель Риппл Джон Дитон обвиняет биткоин-максималистов в том, что они поддерживают позицию Гэри Гэнслера. Он призвал не поддерживать позицию относительно того, что все альткоины являются ценными бумагами. Ранее главный юрист-консульт Риппл сообщил факты о проигрыше СЕК в Верховном суде США. Он предположил, что СЕК может пойти с иском в Верховный суд, если окажется, что она проиграет в итоговом решении. Также Альдеротти заявил, что из пяти дел в Верховном суде СЕК проиграла четыре. Это разоблачает поведение комиссии по буллингу и запугиванию юридическими делами. Робин Худ получила повестку в суд от комиссии по ценным бумагам и биржам в связи со своими операциями по криптовалюте. В свете недавних событий Робин Худ Маркес получила уведомление от СЕК о повестке в суд, связанной с проведением расследования комиссии по ценным бумагам и биржам, операций биржи в сфере крипто, таких как листинг и депозитарное хранение. Робин Худ сообщила, что в свете серии банкротств в прошлом году она получила следственные повестки в связи с их бизнесом по депозитарному хранению, а также другим криптооперациям. Это уже не первая проверка для Робин Худ, которую проводят назирающие органы. В апреле 2021 года Робин Худ получила повестку от Генеральной прокуратуры штата Калифорния, в которой запрашивалось множество информации относительно торговли на бирже, депозитов её клиентов, листингах и многое другое. В августе прошлого года Департамент Нью-Йорка финансовых услуг наложил на биржу 30-ти миллионный штраф в связи с тем, что Робин Худ не смогла обеспечить достаточное инвестирование в разработку и обеспечение культуры по соответствию законодательству. В тестовой сети ETHIR завершился успешный хардфорк апгрейда Shanghai. Симуляция данного изменения произошла в тестовой сети Cipolia, в то время как изменения на основной сети запланированы на март этого года. Апгрейд Шапелла, который включает в себя два изменения Shanghai и Капелла, успешно был завершён вчера, 28 февраля. Апгрейд Шанхая связан с изменениями на стороне клиента для исполнительного уровня сети ETHIR, а апгрейд Капелла связан с изменениями на стороне клиента для консенсус уровня. Одним из наиболее важных изменений данных апгрейдов является возможность вывода обратно застейканного ETHIR из Beacon Chain на исполнительный уровень. Следующим шагом, перед тем, как апгрейд Шанхая будет реализован на основной сети ETHIR, будет его реализация на тестовой сети GoEarly, которая также запланирована на март этого года. «Они не знают, как работает биржа», – так ответил на выпады Forbes генеральный директор биржи Binance Champion Zhao. После краха биржи FTX, Forbes недавно опубликовала статью, в которой обвинила Binance в том, что она перетасовывает средства своих клиентов. Однако на следующий день, 28 февраля, соучредитель и генеральный директор биржи CZ, в ответ на статью Forbes, которую он назвал SNS, ответил в своем твиттере следующее. «Похоже, они не понимают основы того, как работает биржа. Наши пользователи могут выводить свои средства в любое время, без ограничений». В серии твитов он отвечает на претензии из статьи Forbes. Среди этих ответов и объяснение закулисного маневра, согласно которому Binance переводила средства пользователей на сумму 1,8 млрд долларов таким хеджевым фондам, как Tron, Amber Group и Alameda Research в период с августа по декабрь 2022. В свете перемещения средств данная статья проводила параллель между Binance и ныне нефункционирующей биржей FTX, что в конечном итоге привело к ее банкротству. Помимо этого, в статье затрагивается недавняя заявка Binance US в адрес Voyager, а кроме того, запланированный судебный иск от комиссии по ценным бумагам и биржам в адрес Paxus Trust, имитента фирменного стейблкоина Binance BUSD. В общем, ребята действительно нагоняют страху в и так непростые времена. Но, как отмечали многие эксперты по рынку, криптозима действительно заканчивается после очень серьезных потрясений. Но как только они останутся позади, впереди нас будет ждать определенно взрывной рост». Оазис прибегла к помощи белых хакеров для того, чтобы вернуть ранее украденные средства. Используя уязвимости против уязвимостей, ранее неизвестные, белые хакеры по решению суда помогли вернуть ранее украденные 225 миллионов. С помощью ранее неизвестной уязвимости моста Wormhole DeFi Oasis смогла вернуть ранее украденные средства. До этого мост блокчейна Solana Wormhole подвергся кибератаке, в результате которой 2 февраля было похищено обернутого эфира на сумму около 326 миллионов долларов. Сделавший это хакер перемещал похищенные средства через различные DeFi платформы, включая Oasis. При этом он не пошел слишком далеко. Позже Oasis получила решение Верховного суда Англии и Уэльса, согласно которому должна попытаться вернуть средства с учетной записи, связанной с уязвимостью Wormhole. В итоге Oasis с помощью группы белых хакеров, которые в буквальном смысле нашли уязвимость против уязвимости, которой воспользовался перед этим хакер, смогла вернуть средства на сумму 225 миллионов долларов. Данная группа, согласно Blockwork Research, называется Jump Crypto. Она предложила свою помощь, выявив ранее неизвестную уязвимость в дизайне мультиподписного доступа администратора. Также Oasis сообщила, что в текущей версии протокола уязвимости нет, что пользователи могут не беспокоиться за сохранность своих средств, а никакие третьи лица к ним доступа получить не могут. Полученные с помощью белых хакеров средства Oasis незамедлительно отправила в государственные органы и в настоящий момент контролем над этими средствами не обладает. В общем, завершение истории можно назвать хэппи-эндом, если не учитывать, что 100 миллионов до сих пор не возвращены. Один из эмиратов ОАЭ открывает свободную зону для компаний, занимающихся цифровыми и виртуальными активами. Рас Эль Хайма, один из эмиратов Объединённых Арабских Эмиратов, собирается открыть свободную зону для компаний, занимающихся цифровыми и виртуальными активами, в соответствии с планами страны по привлечению международных криптокомпаний. Оазис цифровых активов РАК, или по-другому РАКДАО, станет специально созданной и способствующей развитию инноваций зоной для нерегулируемых активностей в секторе цифровых активов. В заявлении указано, что заявки будут приниматься со второго квартала 2023 года. Свободная зона будет предназначена для поставщиков цифровых и виртуальных активов в инновационных технологиях, таких как метавселенная, блокчейн, утилитарные токены, кошельки виртуальных активов, NFT, децентрализованные автономные организации, распределённые приложения и другие веб-3 технологии. Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам, SCA, является одним из основных финансовых регуляторов ОАЭ. Согласно последнему федеральному закону страны о виртуальных активах, SCA имеет полномочия по всем Эмиратам, за исключением свободных финансовых зон, таких как Abu Dhabi Global Market, Dubai International Finance Center и других, которые имеют свои собственные финансовые регуляторы. Это ещё одно и очень весомое подтверждение того, что мир на крипто смотрит очень серьёзно. Вопрос лишь в том, какое место в этом мире займём с вами мы. И завершает наш выпуск несколько комментариев от аналитика Джорджа Танга. Очень интересное наблюдение он сделал в одном из последних своих стримов. А результаты этого наблюдения очень многообещающие. Без лишних слов, послушаем Джорджа. Если вы не верите во всю эту чепуху ончейн-аналитик, а также индикаторов теханализа, то поверите в это. Объём, который очень давно не двигался для биткоина, устремился в небо. То есть биткоины, которые не двигались последние 10 лет и удерживались ходлерами, летит как ракета. И это количество сейчас больше, чем количество биткоина, находящееся на балансах бирж. То есть сейчас больше и намного больше биткоина, который находится в руках ходлеров больше 10 лет, не год, не полгода, не 5 лет. 10 лет у ходлеров, у ультра-ходлеров, у ультра-быков в настоящий момент биткоинов даже больше, чем находится на балансе всех бирж. Только вдумайтесь в это. Это очень много. А в своём вчерашнем стриме Джордж снова затронул тему баланса бирж. И опять эта новость стала очень позитивной. Давайте послушаем. Объём монет эфира и биткоина на централизованных биржах достиг 5-летнего минимума. Является ли это бычьим сигналом? Конечно же, да, абсолютно. Когда ваш объём предложения сокращается, то это означает, что меньший объём будет циркулировать. Спрос, как мы знаем, продолжает расти, следите за моей рукой. Спрос растёт, а предложение падает. И когда это происходит, цены растут вверх. Это может случиться не прямо сейчас, так как всё ещё объём биткоина на бирже достаточный. Но со временем, когда доступный объём биткоина на биржах будет сокращаться, а спрос тем временем будет продолжать расти, так как во всём мире распространение биткоина будет нарастать, то мы знаем, что произойдёт. В конечном итоге это то, как работает на рынке система спроса и предложения, и как формируется цена. В общем, вы сами всё слышали. И несмотря на то, что рынок, конечно же, сделает всё по-своему, эта информация не может не радовать. По крайней мере, всё больше и больше сигналов говорит о том, что рынок начинает оживать, а криптозима, скорее всего, заканчивается. Желаем вам продуктивного трейдинга, отличных сделок, и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова